Итоги дня приветствуют вас в прямом эфире с тем, что происходило в Грузии за ее пределами. Сегодня, 13 июня, ознакомит Наталья Буколова. Итак, в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты в кинотеатре Амиране проходит повторная презентация фильма «Пять дней августа». На сей раз показ картины Рени Харлина, Министерство культуры и охраны памятников совместно с аппаратом госминистра по вопросам диаспора организовало для представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса депутатов Грузии, находящихся в нашей стране иностранцев. События августа 2008 года в интерпретации голливудского режиссера зрителям представлены на оригинальном языке. Этот фильм имеет огромное значение не только с художественной, но и с исторической точки зрения. Он описывает историю пяти тяжелейших дней, которые пришлось пережить грузинскому народу. Я считаю, что эту ленту должен посмотреть каждый. Посмотрев фильм, остается впечатление, что для его съемки был выделен огромный бюджет. В действительности, все дело в том, что над ним работали настоящие профессионалы. Опыт, который мы приобрели, снимая этот фильм, бесценен. Сотрудничество голливудских и грузинских деятелей дало отличный результат. Когда мы поняли, что осталось слишком много желающих посмотреть этот фильм на оригинальном языке, мы решили устроить повторную премьеру. Сюда приглашены представители дипломатического корпуса, депутаты парламента, а также иностранные граждане, не знающие грузинского языка. Фильм имел огромный успех, и мы рады, что после премьеры к картине сохранился высокий интерес. Другим темам дня. Отчет МИД Российской Федерации. Внесение оккупированных регионов Грузии в список стран, которые находятся в чрезвычайном положении, живут в режиме вооруженного конфликта. Москва признает, что жители Цхинвальского региона и Абхазии живут в крайне тяжелых социальных условиях. В Тбилиси, в свою очередь, напоминают, что ответственность за ситуацию в этих регионах лежит исключительно на России. Тему продолжит Нино Битзадзе. Ирак, Афганистан, Йемен, Ливия, Палестина. В список самых горячих точек мира Москва добавила и Цхинвальский регион. Ситуацию на оккупированной территории Грузии в России назвали чрезвычайной. И добавили, что местное население живет в условиях вооруженного конфликта. В Москве утвердили и список стран со сложной общественно-политической ситуацией. К этой категории Россия причислила Грузию и Абхазию. Причем Абхазию в Москве считают отдельным государством. Россия очень цинично себя продолжает вести. Главное тут для России то, что она хотела опять подчеркнуть, что якобы эта оккупированная территория является каким-то государством. В том, что ситуация на оккупированных территориях сложная, не сомневаются и в Министерстве иностранных дел Грузии. В МИДе заявляют, что ответственность за происходящие в Абхазии и Цхинвальском регионе процессы несет Россия. Информация о том, что ситуация на оккупированных территориях Грузии является тяжелой, соответствует действительности. Поскольку именно Россия, которая осуществляет полный контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, может располагать подобными данными. Исходя из этого, за все возможные социальные и политические угрозы на этих территориях ответственность будет нести только Российская Федерация. Сегодня в Кремле убеждены, что в Грузии сложная социально-экономическая ситуация. А мы никогда и не говорили, что у нас рай. Но как бывший гражданин России, я могу сказать, что по уровню социально-экономического развития мы в гораздо лучшей ситуации, чем Россия. Москва сидит на нефти и газе, как наркоман. Если отнять эти два составляющих, от российской экономики ничего не останется. Что касается непосредственно того, что Россия внесла нас в какой-то список, для нас не имеет никакого значения, в какой список нас несет Москва. Важно, что Грузия и мировое сообщество уже давно внесли Россию в список, в котором она совершенно одна. Это государство, которое осуществляет теракты в соседней стране и оккупирует 20% нашей территории. Невольное признание Москвы. Так комментируют в парламенте Грузии обнародованный Россией список. Москва, которая продолжает наращивать военное присутствие в оккупированных регионах Грузии, уже осознает, что тем самым создает проблемы не только соседнему государству, но и самой себе. Депутаты уверены, что в России уже убедились в неэффективности своей политики. Однако отзывать своих решений хотя бы из принципиальных соображений никто не будет. Не может существовать на коррумпированной структуре в целом России, тем более на оккупированных территориях, что не будет никакой экономики. Это будет только после того, как восстановится территориальная целостность Грузии. А что касается Схинвальдского региона, в этом тоже можно согласиться, потому что это есть вооруженная конфликтная зона. И нужно еще и добавить, что эта территория аннексирована и оккупирована. Грузия, которая является под агрессией сейчас, под агрессией России, и территория, которую они называют Южной Осетии, это территория оккупированной агрессии. То есть мы как бы в продленном варианте являемся под постоянной агрессией России. Факт, что эти территории оккупированы, и ситуация там становится тяжелее с каждым днем. Есть много социальных и экономических вызовов, и за это ответственна Россия, как страна-оккупант. В Москве хорошо понимают, что надо сделать для нормализации ситуации, и об этом им перманентно напоминает международное сообщество. Спустя почти три года после августовской войны в России признали, что люди на оккупированных территориях все еще живут в режиме конфликта. Однако в представленном списке ничего не сказано о том, что такую ситуацию на этих территориях создает сама же Москва. Эдуард Кокой-то не будет баллодироваться на третий президентский срок. Об этом сообщают схемвальские средства массовой информации. На вопрос журналистов об участии Кокой-то в предстоящих выборах, которые состоятся в ноябре, лидер схемвальского режима ответил, цитирую, «Вне зависимости от решения, которое завтра вынесет Верховный суд по вопросу референдума о третьем сроке, я не буду принимать участие в выборах». Конец цитаты. Ситуация на оккупированных территориях Грузии, перспективы развития двусторонних отношений. Эти вопросы обсуждали на встрече спикер законодательного органа Грузии, министр иностранных дел Азербайджана. А до встречи в парламенте первый дипломат Азербайджана провел переговоры со своим грузинским коллегой. Ригол Вашадзе и Эльмар Мамедяров рассмотрели проекты, которые осуществляются в рамках стратегического партнерства двух стран. В ходе встречи была отмечена необходимость вывести на качественно новый уровень отношения двух государств. В Грузии находится большой друг нашей страны, министр иностранных дел Азербайджана. Сегодня состоялся первый раунд консультаций. Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры. Однако мы работаем над тем, чтобы наши отношения вышли на качественно новый уровень. Это касается политики, экономики, гуманитарных вопросов и отношений между нашими народами. Я очень рад находиться в Грузии, в Вашей прекрасной стране. Мы рассмотрели весь комплекс двусторонних отношений. Мы хотим углубить наши отношения во всех сферах. Больше грузинской продукции на зарубежных прилавках. Это главная цель стратегии, над которой Министерство экономики и устойчивого развития Грузии работало три месяца. Какие проблемы стоят перед грузинскими бизнесменами при избытии продукции? Как правительство страны намерено повысить показатели экспорта? В сюжете Нино Чебировой. Попробовать нектар королевского цветка хотят все. Но варенье из лепестков роз в Грузии можно считать почти деликатесом. Причина в том, что не хватает фермерских хозяйств, которые выращивают розы для производства варенья. Кула – одна из немногих компаний, которая дарит потребителям это варенье. Экологически чистая продукция и богатый ассортимент. Это то, чем Кула завоевывает новые рынки за рубежом. В год компания перерабатывает 12 тонн фруктов и овощей. 90% варенья и 60% соков идут на сбыт в Европу, США, страны постсоветского пространства. Для увеличения доли экспорта компании необходима помощь государству. Есть фрукты, которые в Грузии выпускаются или очень много, производятся. Это, допустим, яблоки, цитрусы, виноград. А остальные фрукты там, они производятся в малых количествах. Такие так, гусы роза, вишня, смородина. Нужно проводить разные мероприятия, выставки, чтобы мы туда смогли выходить и показывать наш продукт. Делать им дегустации за рубежом, отправлять образцы, чтобы они проверили наши качества. Есть страны, которые хорошо это знают, а есть страны, которые в мир пока еще не заходят. Увеличить показатели экспорта позволит стратегия, которую Министерство экономики и устойчивого развития разработало вместе с немецкими специалистами. Один из приоритетов плана – расширение ассортимента уже на существующих рынках и выход на новые. Более того, в Национальном инвестиционном агентстве планируют разнообразить и экспортную продукцию. Нам необходимо найти новые продукты для экспорта, при этом надо освоить новые рынки, поэтому мы заботимся и о качестве продукции. Мы планируем открыть информационные центры для бизнесменов, которые захотят вынести свою продукцию за рубеж. А пока мы разработали сайты, где грузинские зарубежные компании смогут найти информацию о том, как производимая ими продукция может получить сертификат качества и быть экспортирована. Для выполнения этой задачи инвестиционное агентство разработало два сайта. Информацию о регуляциях, льготах и новых рынках грузинские предприниматели смогут получить по адресу export.je. О разновидности производимой для экспорта продукции можно найти на сайте Trade with Georgia.je. Это своеобразный каталог, где инвесторы смогут найти продукцию, которая производится на экспорт в Грузии. На сайте Trade with Georgia отечественные бизнесмены могут пройти регистрацию и отметить производимые их компаниями продукты. На данном этапе здесь 111 видов продуктов. В этом году мы планируем зарегистрировать еще 800 разновидностей. Ассортимент продукции еще не гарант ее востребованности. Знак качества. То, без чего закрепиться на новых рынках практически невозможно. Поэтому в парламенте страны инициирован пакет изменений в закон о безопасности пищевых продуктов. При нарушении европейских стандартов компании-производители будут облагаться санкциями. Все компании, которые осуществляют экспорт продукции в страны Евросоюза, будут проверяться. Мы не раз сталкивались с фактами нарушения правил Европейского Союза. Чтобы избежать таких случаев, мы предприняли конкретные меры. Отныне все компании, которые нарушат правила, должны нести уголовную ответственность. Эти изменения, которые подразумевают санкции, финансовые санкции для нарушителей, не относятся к крестьянским хозяйствам и традиционным методам приготовления и употребления пищи. Это касается предприятий, которые производят, будь то хлеб или мясные продукты, или молочные продукты. Проведение тренингов и семинаров для грузинских предпринимателей – то, что поэтапно позволит достичь главного – узнаваемости и превращения марки, сделанного в Грузии в мировую. Первая прямая инвестиция в сектор страхования – здоровье Грузии. Новые программы в этой сфере планирует осуществить МФК «АйфиЭс». Тему продолжит Илона Библая. Новые программы для улучшения системы страхования Грузии. На эти цели МФК «АйфиЭс» и страховая компания «Архимед Глобал Джорджия» готовы потратить 3 миллиона долларов. Финальная цель проекта – защита прав потребителей в сфере здравоохранения, прозрачность финансовых операций и доступное страхование. Они покупают 17,75%, общую стоимость – 3 миллиона долларов. И все подразумевается, что второй транш инвестиций на 5 миллионов долларов. Эти деньги будут вовлечены на развитие инфраструктуры и на строительство госпиталей, которые «Архимед Глобал Джорджия» строит в ГАХЭТе. Мы уже осуществили инвестиции в банковский сектор вашей страны. Грузия становится все более привлекательной для инвесторов. Успешно осуществляются реформы и в системе здравоохранения. Именно поэтому мы решили вложить деньги и в этот сектор. Новые программы страхования граждан будут способствовать более успешному развитию этой сферы. Система страхования в Грузии развивается весьма динамично. «Архимед Глобал Джорджия» является единственной компанией, которая занимается исключительно страхованием здоровья. В рамках государственной программы развития госпитального сектора «Архимед Глобал Джорджия» строит две больницы в Цуноре и Лагудехи. «Архимед, который является участником программы страхования граждан, а также он участвует в строительстве клиник, так что для нас очень важно появление новых игроков и появление новых инвестиций именно в этом рынке». Услугами страховых компаний в нашей стране пользуются более полутора миллионов человек. С 1 декабря 2009 года функция государственного надзора над работой страховых компаний была возложена на Национальный банк Грузии. «На сегодняшний день мы все реже сталкиваемся с проблемами в страховом секторе. Сократились случаи и размеры штрафов. Но проблемы все же остаются, и нам необходимо работать над их решением. Инвестиционное соглашение, которое оформили АФС и «Архимед Глобал Джорджия» – пример развития и улучшения системы страхования в нашей стране». «Для приближения к международным стандартам в сфере страхования были проведены важные реформы, усовершенствованы базы данных и введены новые регуляции. В настоящее время в системе страхования нашей страны работают 17 компаний». Специальные курсы, которые проводит Центр профессионального образования икоросы, специально с которыми смогут получить выпускники 9 классов. Подробнее о 10-месячных курсах расскажет Артем Авакимов. Официант, бармен, повар, а теперь уже и лифтер. В колледже Икарос стало на одну профессию больше. Отныне любой учащийся сможет овладеть и профессией электромеханика лифтов. «Несмотря на то, что в Грузии сейчас приблизительно более 15 тысяч лифтов, в течение последних 25 лет конкретно специалистов этой отрасли никто не готовит. Мы сейчас открыли уникальные курсы в Тбилиси. Также такие же курсы будут открыты в Поти, в Батуме, в Зубдиде для того, чтобы обучить этой профессии всех тех людей, у которых есть желание». «В этом году на специальность электромеханика мы приняли около 80 студентов. Их обучение будет проходить 4 этапа. На первом этапе студенты получат теоретические знания, а на следующих будут изучать техническую сторону, которая поможет им использовать полученные знания в будущем». Всего в профессиональном колледже Икарос обучается около 600 человек. 277 из них осваивают навыки гида, а остальные – новые специальности, среди которых и профессия электромеханика. Решение о введении специальности лифтера было вызвано высоким спросом на работников этой сферы. По официальным подсчетам, только в жилых домах Тбилиси работает около 10 тысяч лифтов, которые ежемесячно нуждаются, если не в полной, то в частичной реабилитации. «На первом этапе обучения мы объясняем детям принципы работы и предназначения лифта в целом. После четырех месяцев мы переходим уже на двигатель и объясняем подросткам, как работает двигатель и как осуществляется подача электроэнергии в лифт». Новая профессия уже пользуется популярностью среди учащихся. По словам студентов, несмотря на сложности, овладев навыками лифтера, они смогут самореализоваться. «Об этом новшестве я узнал из рекламы. После этого решил прийти в колледж и освоить специальность. Профессия лифтера является одной из самых актуальных в Грузии. Думаю, после прохождения полного курса мне легко удастся найти работу». После завершения 10-месячного курса обучения все выпускники будут распределены в мастерские лифтов. Приобретенную специальность студенты смогут использовать и при ремонте аттракционов и эскалаторов. Новый этап учебной программы в сфере гражданского образования для студентов. Меморандум сегодня оформили представители Центральной избирательной комиссии Грузии, Центра по развитию избирательных систем и руководство вузов страны. Согласно этому документу, участие в программе примут студенты факультетов журналистики. Они пройдут курс по вопросам избирательного права и ознакомятся с принципами работы избирательных комиссий. Такие курсы уже прошли студенты юридических факультетов 14 университетов. По итогам первого этапа программы участникам проекта были переданы сертификаты. Нашей главной целью является повышение квалификации студентов и помощь в их профессиональном росте. Именно поэтому мы оформили этот меморандум. Также сегодня были подведены итоги уже приведенного для студентов юридического факультета курса. Те студенты, которые прошли курс обучения, получили исчерпывающее знание о системе выборов Грузии. По окончании курса ребята получили сертификаты, которые помогут им трудоустроиться и стать профессионалами своего дела. Весенний призыв в ряды вооруженных сил Грузии подошел к концу. Срочную службу в этом году пройдут около 5200 человек. На этот раз призыв был завершен раньше установленного срока. Вместо 30 июня все молодые люди явились на пункты в 31 мая. Призывники пройдут службу в структурах Министерства внутренних дел, оборонного ведомства и Министерства по исполнению наказаний и пробаций юридической помощи. Сегодня же глава Министерства регионального развития и инфраструктуры осмотрел строительство нового центрального пункта, который расположен в районе Тидубе-Чугуряти. Конечно, мы работаем над тем, чтобы этот процесс улучшить. И, конечно, это здание, перед которым я стою, очень важно для нас, потому что раньше человек, чтобы его вызвали в армию, ему надо было полгорода объехать и разные справки взять и так далее и тому подобное. В этом здании будет возможно человека проверить, его состояние здоровья и уже без всяких движений он может получить разрешение на то, чтобы его вызвали в армию. На этой неделе парламент рассмотрит отчет народного защитника Грузии. Доклад омбудсмена на пленарные заседания планируется вынести завтра во второй половине дня. Напомню, парламентская оппозиция требует поставить вопрос об ответственности ряда должностных лиц. В частности, призвать к ответственности министров пробаций по делам беженцев. Конкретно задействованы все те проблематичные вопросы, о которых говорится в том документе, который уже завтра парламент начнет обсуждать. Мы видим очень конкретные, так сказать, факты, на которых надо реагировать. И в этом случае будет очень неправильно, если реакция парламента только будет, что вот мы послушали все это, поговорили, этим все закончилось. Нет. Завтра в 4 часа мы заслушаем отчет омбудсмена. Уже после этого парламент Грузии примет решение о том, проводить дебаты или нет. На факте передачи взятки задержаны основатели компании Кавказский академический центр. Обмен на 50 тысяч долларов Давид Цецхладзе и Николос Бакарашвили пытались получить от сотрудника Министерства образования согласен на присвоение грифа учебникам по английскому языку. Тему продолжит Мак Ажвань. Все, как я сказал, я вам оставлю эту папку, в ней все написано. Что написано? О чем договаривались. Да, но здесь в письменной форме или как? Нет, когда раскроете, внутри все лежит. В пачке сколько 100 долларов купюр? Сколько всего тысяч? 10, 10 и 5, всего 25. Ждать сегодня на веб-сайте? На сайте сегодня или завтра? Ясно. Если мы собираемся говорить о делах, я предпочитаю, чтобы мы где-нибудь встретились и побеседовали. Перейдем в рабочий режим и, думаю, проблем не будет. Представители правоохранительных органов уже задержали основателей Академического центра Кавказа. По данным следствия, у Давида Цецхладза и Николоза Бакарашвили была четко продуманная преступная схема. Они надеялись на получение права грифирования учебника в английском языке. С этой целью обвиняемые собирались дать взятку сотруднику Министерства образования и науки Грузии в размере 50 тысяч долларов США. Сотрудники Департамента конституционной безопасности на факте взятки задержали представители общества ограниченной ответственности Кавказский академический центр. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. Пользуясь случаем, хочу отметить, что наше ведомство является самым некоррумпированным. Очень жаль, что все еще есть люди, которые нарушают закон. Во избежание подобных случаев мы продолжим сотрудничать с Департаментом конституционной безопасности. Расположенный на проспекте Казбеги академический центр Кавказа начал работать около года назад. В этом магазине продаются и книги английского языка. Объект уже опечатали правоохранительные органы. Честно говоря, мы обсудили вопрос финансирования с партнерами. И как раз эту сумму мы им предложим. Эти деньги мы должны поделить пополам. Понятно. А сумма будет такой? Это первая часть, которая предназначена для грифирования, а вторая половина будет к 15 июля. По заранее разработанной схеме, в случае ввоза этих книг в школы Грузии, кроме 50 тысяч долларов, сотрудники министерства получили бы еще 33% от прибыли. Инцидент уже прокомментировал и первый заместитель министра образования и науки Грузии. Некоторые безответственные граждане не осознают того, что эпоха коррупции в нашей стране закончилась. Любое незаконное действие карается законом. Министерство образования и науки Грузии является одним из прозрачных и некоррумпированных ведомств страны. Мы и впредь будем пресекать подобные факты и не допустим того, чтобы некоторые люди ради своего благополучия жертвовали будущим наших детей. Против Давида Сацхладзе и Николоза Бакарашвили дело возбуждено по статье «Взяточничество», что предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. Сны о Грузии. Пятый международный поэтический фестиваль завершен. Поэты из 80 стран мира делятся впечатлениями о проведенных в нашей стране шести днях. Грузинский художник-сказочник Олег Тимченко представит в США свои картины. Серия из 30 картин на темы «Свобода и Восток» предстанут перед любителями искусства на Манхэттене уже в сентябре. Пятый международный русско-грузинский поэтический фестиваль «Сны о Грузии» завершен. В течение шести дней участники форума посетили практически все регионы Грузии. Потомские каникулы в сюжете Тамары Тушури. Политика может разделить народы, а поэзия соединить. Такова позиция участников пятого по счету русско-грузинского поэтического фестиваля «Сны о Грузии». В этом году желающих приехать в Грузию оказалось настолько много, что собрать их на одно мероприятие оказалось почти невозможно. Море, волны и солнце особенно вдохновляют. Поэтому поэтический фестиваль решили начать с Батуми. Написано не один десяток новых стихов о нашей стране, о ее людях. Сотни произведений грузинских авторов переведены на русский язык и напечатаны в десятках журналов литературных, толстых и тонких, по всему миру, начиная от Америки и кончая Австралией. Мы подумали о том, что надо создать Международную федерацию русскоязычных писателей по той причине, что связи к этому времени в литературе были прерваны. И вот тогда все вместе мы придумали эту федерацию. Фестиваль уникален не только по своему содержанию, но и составу. Он собирает самых известных и заслуженных поэтов-драматургов и переводчиков. Среди них и названы живым классиком поэт-бард Юли Ким. Именно его концертом завершился поэтический фестиваль в Аджарии. У меня есть только четыре песни, которые имеют три прямое отношение к Грузии, а одна песня, как бы сказать, общая. По той причине, что это песня о Черном море, которая омывает грузинские Америки, но не только. Поэтому это отношение к Грузии лишь частично. Путь участников фестиваля из Батуми продолжился в Цхалтубу. Там поэтам из 30 стран мира удалось соприкоснуться с древнейшей культурой Грузии. Они осмотрели пещеру Прометео, синтез света, музыки и лазерного шоу. Произвел на посетителей огромное впечатление. Пещера великолепная, сказочное такое. Ощущение она создает, как будто здесь эльфы, гномы. Вообще люди из старого мира как-то застыли. Там даже я увидела такую лодку, как будто днище лодки. На ней люди сидят. Ну это изумительное что-то. И молодцы, кто вообще-то это освоил. Согласно уставу поэтического фестиваля, каждый участник, вернувшись на родину, должен изложить в стихах, рассказах или эссе впечатления от путешествия по Грузии. По словам участников, этот проект доказал, что поэзия может победить и вражду, и интриги политиков. Я каждый раз удивляюсь, как это возможно. Ну, наверное, без Божьей помощи не было бы возможно. И что бы ни было, в сердцах людей есть доверие друг к другу. И мне кажется, это непобедимо. В фестивале я считаю, что эта ветка дерева в соседний сад, пока мы видим, мы дружим, понимаем, мы не потеряемся. Что приносит, ну очень много. Мне лично очень много, потому что я лучше узнал грузинскую поэзию. А грузинскую культуру, наверное, нигде так не ценят ни в мире, ни в Европе, как в России. Программа фестиваля в этом году оказалась довольно насыщенной. Организаторы приложили все усилия для того, чтобы заинтересовать участников до следующего литературного форума ровно год. Год до новых встреч и рождения новых произведений, связывающих грузинскую и русскую культуры. Несколько минут назад президент Грузии встретился с отличившимися на выпускных экзаменах старшеклассниками. По словам Михаила Саакашвили, выпускники успешно сдали свой первый в жизни серьезный экзамен. Глава государства подчеркнул, что власти страны должны сделать все возможное, чтобы подростки могли получить образование, соответствующее европейским стандартам. Это ваш первый столь серьезный экзамен. Новые времена ставят перед людьми новые задачи. И вы должны учиться для того, чтобы доказать другим, что Грузия страна, которая полна способных и талантливых людей. Образование наш козырь, и только благодаря хорошему образованию мы сможем победить. Мы правда провели серьезные и успешные экзамены. Я недавно прочел в прессе, что наш северный сосед пытался провести аналогичные экзамены. И что вы думаете? Еще за два дня до экзамена все вопросы и ответы были выложены в интернете. Вот в этом и есть разница между нашим государством и нашей соседней коррумпированной страной. Мы меняем старое мировоззрение. То мировоззрение, которое борется с современной Грузией. Мы настолько древняя страна, что ничего нового в принципе в этом нет. Есть ценности. У нас есть все предпосылки для того, чтобы быть такой же сильной страной, как Франция или Италия. Мы часто гордимся победами, одержанными над противниками. Но забываем, что самые ожесточенные противоречия всегда были между отдельными регионами. Сегодня этого уже не должно быть. 30 работ, посвященных свободе и восточным мотивам. Грузинский художник Олег Тимченко готовится представить в Нью-Йорке новую коллекцию картин. Тему продолжит Анастасия Хатешвиль. Сказочник, авангардист или олигарх? Да, именно в последнем амплуа грузинский художник Олег Тимченко однажды посетил фестиваль арт-истерии. Эпотировать, удивлять, оживлять, а главное заставить задуматься своего зрителя. Творчество Тимченко нельзя судить однозначно. Концептуализм в его картинах важнее визуала, а цель его искусства – живая идея, которую рождает неиссякаемая фантазия художника. Жизнь – это жизнь, а искусство все-таки – это большая доля фантазии, которые уже связаны с жизнью, с человеческой драмой, именно с человеком. Потому что все мои работы, они все-таки обращены к человеку, именно конкретно. Даже я вот заметил одну вещь, что у меня почти во всех работах, где у меня присутствуют фигуры, все смотрят прямо. Никто не смотрит в бок или куда-то, в глаза. Глаза в глаза. Хранитель сокровищницы «Сфинкс» – бакинская серия «Любабай. Волшебной ночи со сказочными героями живописца». Олег Тимченко рисует с детства. Детство и стало правной точкой его кругосветного путешествия по миру искусства. Картины, фотографии, ретроспективы Тимченко объездил со своими работами всю Европу, но Грузия всегда оставалась главным очагом его вдохновения. Олег – превосходный учитель. Мне посчастливилось познакомиться с ним на третьем курсе. С его приходом изменилась атмосфера всего курса. Он учил нас свободе и критическому мышлению. Олег показал нам, как в тихом, на первый взгляд, кадре услышать глубину. У Олега Тимченко всегда неоднозначные выставки. Кроме традиционной живописи, это и ретроспективы фотографий и видеоматериалов самых успешных персональных выставок художника. У Олега безграничный мир сказочных персонажей, и восточной выставкой «Алибаба» он только обогатился. У Олега Тимченко напряженный рабочий график. За несколько недель до персональной выставки в Тбилиси в конце июня в новой галерее художнику нужно закончить 12 работ по мотивам Помпея. А к сентябрю живописец везет в Нью-Йорк серию из 30 картин. Одна из галерей «Сохо» на Манхэттене покажет американскому зрителю взгляд грузинского художника на нечто оптимистичное, светлое, красочное, на любовь, непостижимость и, главное, на свободу. Ну и традиционно подведем итоги спортивных новостей. Совершился турнир по баскетболу среди учеников тбилисских школ. Чемпионат прошел в рамках реформ, которые предусматривают замену предметов физкультуры на уроки спорта. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Целенаправленные занятия спортом уже полностью заменили в грузинских школах физкультуру. Реформа по внедрению восьми видов спорта в учебные заведения позволила выявить самых спортивных школьников. Звание лучшей баскетбольной команды Тбилиси как среди юношей, так и девушек досталось в Акесо-Бурталинскому району. Чемпионами стали 192-я и 199-я публичные школы. Но на этом баталии не завершены. Лучшие столичные команды сыграют с победителями региональных турниров за звание лучшей баскетбольной школы страны. Я очень рада, что наша школа победила в этом турнире. И спасибо Министерству спорта и Министерству просвещения за то, что они провели такой чудесный турнир. Эта реформа проходит по совместной инициативе Министерства по делам молодежи и спорта и Министерства образования и науки Грузии. По мнению Ладо Вардзелашвили, это новшество будет способствовать лучшему физическому развитию детей. Школьникам представили выборы из восьми видов спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, регби, легкая атлетика и спортивные танцы. Как оказалось, самой большой популярностью среди подростков пользуются футбол и баскетбол. До введения этой реформы мы обдумывали, какие виды спорта лучше вести в школы. Узнав, что столько ребят и девушек хотят заниматься баскетболом, я был счастлив. Наши представители постоянно наблюдают за школьными турнирами и за способными игроками. К проекту подключены две тысячи школ и более десяти тысяч подростков. Мы надеемся, что благодаря этой реформе молодежь увлечется спортом и будет вести здоровый образ жизни. Думаю, со временем у нас появится больше олимпийских чемпионов. Уроки физкультуры давно потеряли свою актуальность, особенно среди старшеклассников. Проведенные реформой довольны и родители, и педагоги. А сами ученики отмечают, что с удовольствием подключились к урокам спорта и надеются, что и после окончания школы смогут продолжать заниматься выбранным видом спорта. Я очень люблю баскетбол и очень рад тому, что могу заниматься любимым видом спорта в школе. У нас прекрасная команда. Сегодня мы стали победителями среди добилийских школ. Мы будем тренироваться летом и обязательно станем чемпионами по Грузии. Вскоре определятся победители и по другим видам спорта. Параллельно завершатся турниры и в регионах. Суперфиналы между столичными и региональными командами намечены на осень. Чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации США впервые в своей истории стала команда Dallas Mavericks. В шестом матче финальной серии команда обыграла клуб Miami Heat. Подробности заключительной игры серии в сюжете Михаила Егикова. Как ни настраивались перед игрой баскетболисты Miami Heat, сравнять счет в серии им так и не удалось. Сверхмотивированный Dallas сотворил историю на чужой площадке. Вопреки всему скептицизму, с которым расценивали шансы Mavericks в этом сезоне, техасцы стали лучшими после 30 лет стараний клуба с момента его основания в 1980 году. Дирк Новицкий и компания своего шанса упустить просто не могли. В дебюте первой четверти доминировали хозяева. Блистал, как всегда, Дуайн Вейд. Но ближе к первому перерыву активизировались игроки Mavericks и повели в счете. Явно в ударе был Джейсон Терри, который в итоге стал самым результативным игроком встречи с 27 очками. Преимущество Dallas'а все возрастало и к середине второй четверти дошло до 12 очков. Но флоридцы сумели открытать дефицит и даже вырвались вперед. При счете 42-40 в пользу Майами ситуация на площадке настолько накалилась, что баскетбол едва не перерос в рукопашный бой. Но инцидент, случившийся во время таймаута, исчерпался на уровне легкой потасовки. На большой перерыв команды ушли при счете 53-51 в пользу Dallas'а. Во второй половине встречи на паркете засиял едва заметный на фоне других Жозе Борреа. Низкий по баскетбольным меркам Пуэрториканец передвигался по паркету с космической скоростью и отличился несколькими индивидуальными проходами. А вот мощный, атлетичный и куда более звездный Леброн Джеймс хоть и набрал за матч 21 очко, но порой не знал, что делать с мячом. В заключительной четверти Dallas'а имел ощутимое преимущество в счете и расставаться с ним был не намерен. Как всегда, феерическую концовку выдал Дирк Новицкий. И, как итог, отсутствие интриги в последние секунды поединка. Финальная сирена зафиксировала победу Dallas'а в шестом матче финальной серии со счетом 105-95. У нас просто невероятная команда, о чем я говорил на протяжении всего сезона. Между нами потрясающее взаимопонимание, которое проявляется как на площадке, так и за ее пределами. Мы чемпионы мира, и это просто невероятно. На столь высоком уровне все, что имеет значение, это показывать хорошую игру не для кого-нибудь, а для твоих партнеров по команде. Если я играю хорошо и помогаю своим одноклубникам выигрывать матчи, я удовлетворен. Но когда я недостаточно хорош, это очень неприятное чувство. Что ж, Dallas получил свой заслуженный кубок, к которому так долго стремился. Не менее заслуженной награды удостоился и Дирк Новицкий. Немецкий баскетболист, ставший безоговорочным лидером Mavericks, был назван самым ценным игроком финальной серии. Это были все новости на сегодня. Итоги для вас подводила Наталья Абукулова. Желаю вам хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова